Если вы ждете субботу, то суббота совсем скоро. Вернее, суббота здесь. Вы на канале Минской Правды, меня зовут Марина Суббота и в любой день недели для вас субъективный взгляд на объективные косяки белорусской и не только белорусской оппозиции. Задолго до западной культуры отмены, которая поломала сотни тысяч жизней. От Джонни Деппа до людей, на чьи судьбы демократической прессе совершенно наплевать, появилась на том же Западе другая культура, точнее бескультурия. А если точнее, совершенно бескультурное переворачивание всего с ног на голову, если перевернуть выгодно из политической или экономической точек зрения. Самый простой пример. Если российская ракета влетает в жилой дом, в котором засели нацисты, террористы, ведя оттуда огонь, то это, конечно, зверство Путина, который чуть ли не лично отдает приказ стрелять в окно какой-нибудь Светлане Ивановне. Фотографии убитой Ивановны при этом бодро публикуют украинская пресса и разносят по всему миру пресса западная. А фрагменты видео, где Светлана Ивановна после постановочной фотосессии встает, смывает с себя бутафорскую кровь и подмигивает операторам, это уже на Западе не покажут. Как и не объяснят, на кой черт Владимиру Владимировичу нужно ликвидировать Светлану Ивановну. И если открыть британскую методичку военной пропаганды времен еще Первой мировой войны, увидим, что господин Артур Понсенби уже тогда писал, как надо. Враг целенаправленно совершает зверство, а если мы совершаем ошибки, то это происходит без умысла. Вот принцип, которого их пропаганда придерживается уже столетия. То есть, если российская ракета, они специально убивают мирное население. И главное громко орать, чтобы не было слышно логичного вопроса, а зачем? А вот если украинская ракета прилетает куда-нибудь в высотку, Донецка или Луганска, или на детскую игровую площадку, или на пляж в знойную жару, или еще куда-то, где заведомо не может быть никаких военных, то это, конечно, другое. Демократический мир будет орать в лучшем случае на войне, как на войне. Стреляли по ним, зацепили нас. В худшем в Киеве скажут, что это сами же русские обстреляли своими же русскими ракетами, собственных же русских детей, принеся на русскую территорию русские трагедии. А то и вовсе скажут, это другое. Наши дети поддерживают залежную Украину, а вот дети России не против России. Значит, как бы и право жить на планете у них как бы со старта и нет. Украинские убийства и якобы праведные или случайные, российские, даже те, которые фейковые, это обязательно сознательная кровожадность и умысел. Не перепутай, западный зритель, ты должен думать именно так. Если США в якобы борьбе с терроризмом уничтожает целые страны, это во имя мира во всем мире. Если вдруг этому уничтожению начинают противиться, это другое, это поддержка терроризма и вообще это не демократично. Если Путин прилетает на Курилы, это не способствует диалогу с Японией, говорят в Японии, когда Путин прилетает на свои же Курилы. А если до этого Япония заявляет о том, что готова участвовать в стратегической победе над Россией, это другое. По мнению Токио, это якобы Москве в диалоге. Мешать не должно. Если Россия говорит, мы обеспокоены убийствами русского населения на Донбассе, мы их будем защищать от киевского режима. И начиная от СВО ценой жизни своих солдат, это агрессия. Нужно отменять Россию. Если Израиль говорит, мы убьем всех в войне против Палестины, даже если случайно убьем тысячи невинных детей, и убивают регулярно, это якобы другое. Израиль имеет право, он же демократический. И если мальчик хочет сказать, что он теперь в гендерном отношении девочка, или полудевочка, или полумальчик, или табуретка, или полукотик, полуенотик, ну это можно. Потому что свобода слова и свобода выбора. Но если другой мальчик захочет сказать, что бывает только два пола, мужской и женский, это другое. Тут свобода слова и выбора не работают. Просто мальчику тут же закроют ротик, чтобы мог высказаться, мальчик-енотик. Мир сошел с ума с подменой понятий. Только сумасшествие это управляемое и искусственное. В Беларуси протесты ни в коем случае нельзя нарушать право мирных граждан на демонстрацию своих измышлений, говорят на Западе. В то же время, вы не понимаете, это другое. Стоит только на том же Западе кому-то пикнуть против линии партии, на мышек тут же натравливают котиков-силовиков. Потому что думать ты должен исключительно демократично и говорить только то, что сказали тебе в демократии. До августа 20-го люди вполне себе бродили по проспектам и улицам Минска, выражали мнение. Но разве кто-то это вспомнит? Это другое. И Беларусь все равно диктатура. Силовики в Беларуси выезжают на задержание. То у одного нож, то у другого пистолет, то третий слетел с катушек. Что делают силовики? Выстрел в воздух, затем в ножку, как в Гродно. Стоять, что у меня нет! О, Бог! Буду применять оружие! Брось, стой! Рискуя своими жизнями. Но чтобы задержать, допросить и отдать под суд. Или как буквально пару дней назад в Могилеве. Мужчина с ножом бросается на патруль. В кармане у него пистолет. Но ребята его просто скручивают. Вы считаете нормальным применять насилие к сотруднику милиции? Нет, так получилось. Это как должно называться, по мнению Запада? Конечно же, зверство режима. На Западе в этой ситуации инструкция и практика какая? Без предупредительного огонь на поражение. По возможности, прямо в лоб. Но это же другое. Это демократическое убийство в интересах демократического общества с демократическим же руководством. А сохранение жизни в диктаторской диктатуре, даже преступникам, это все равно неправильно. Представим новость. Например, силовики собираются закупить новую партию пневматического оружия для подавления возможных протестов. Если новость про Беларусь, караул, режим зверствует. Если это не в Беларуси, а на демократическом Западе, не может быть такого. На Западе же пресекают протесты, выпуская на улице розовых бабочек и единорогов. Наверное. А вот и нет. Департамент полиции и погранохраны Эстонии давеча собрался закупить пневматическое оружие для, цитата, «эффективного подавления массовых беспорядков». Обратите внимание на слово «эффективное». Подавить беспорядки можно и без этого оружия, говорят в Таллине. Но все же эффективнее с пневматикой в руках. Кстати говоря, в Минске с этим спорить не будут. Но читаем про Эстонию дальше. Общая стоимость закупки около полумиллиона долларов. Полмиллиона долларов на оружие против протестующих. Представьте, такое бы сделали в Беларуси. Далилось бы терабайтами про то, как режим использует деньги народа против самого народа. А если это в Европе? Ну так это другое. Ну раз решили, значит надо. Слово к голове отдела планирования и спецподготовки одной из эстонских префектур. Итак, Армин Саариц. Цитата. «Если кто-то бросает бутылки или камни, начинает поджигать автомобили, в этом случае использование пневматического оружия могло бы быть эффективным. Заряды разные и, например, мешочек с песком при попадании в толпу вызывает болевое ощущение. Человек утихает и больше не нарушает порядок». Конец цитаты. И все правильно сказал тезка Ван Бюрена. Но есть один нюансик. А когда ровно то же самое происходило в Беларуси и даже больше не просто разгон несанкционированных митингов, а пресечение попытки госпереворота, то использование пневматики в Минске против тех, кто бросал бутылки и камни в силовиков, называлось «чрезмерным применением силы и спецсредств». Это тоже другое, да? Можно не упираться строго в тему уличных противостояний. Если в Беларуси предлагают родителям скооперироваться и через родительский комитет, и только через него, учителя шарахаются от этих вопросов, как от огня помочь классу своего сыночка или доченьки и сброситься по 10-20 рублей. Это как тут же начинают называть? Поборы, наследие совка и вообще не демократично для социального государства, потому что не может же быть такого в демократиях. Демократии это же другое, а не то же самое. Одна из уехавших в Штаты по гринкарте белоруска вполне себе рассказывает в соцсети, что пришел из американской школы начинающий американец и принес маме бумажку, в которой демократическая администрация американской школы с якобы продвинутой системой образования просит каждого родителя сброситься по 15 долларов на нужды класса. Прилагается списочек, на что конкретно сбрасываются, и специальный конвертик, чтобы сразу было понятно, что это сбрасывается централизованно, и это не какая-то взятка. Были ли крики о том, что надоело год за годом сбрасываться на американскую туалетную бумагу? Ну или пластилин? Не, не было. Это другое, да? 15 долларов США – это добровольная помощь школе. 5 долларов Беларуси – это поборы. Не перепутай. Но нет, наше общество все же начало лучше разбираться в том, что это не другое. Это мы для них другие. И ими же гордо и останемся.